Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. О наиболее важных и интересных событиях расскажем прямо сейчас. Очередное заседание административной комиссии. Дворовой территорией, у нас дома, автотранспортные средства не должны находиться ни ночью, ни вечером и так далее. Добро победит! Новые деревья на карте Десногорска. Того, что высадили, осталось буквально три или четыре дерева. Опять же, тот же негодяй просто взял их и спилил нещадно. Новые форматы обучения в дополнительном образовании. С помощью средств арт-педагогики мы можем детей обучать, воспитывать, развивать их творческие способности. С 1 января 2020 года каждый лекарственный препарат должен иметь свой индивидуальный штрих-код. Благодаря этому оригинальное средство можно проверить в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Это может сделать и покупатель, воспользовавшись мобильным приложением. Активисты Смоленской области посетили 100 аптек региона, которые расположены в разных районах, в том числе в Смоленске и Десногорске. Как выяснилось, персонал практически всех аптечных учреждений осведомлен о нововведениях. Но, по словам сотрудников, такая мера может иметь и негативный эффект. Как минимум, это подорожание лекарств. Так как продавцам придется перейти на другой, более обременительный вид налогообложения. Административная комиссия Десногорская продолжает своевременно реагировать на совершаемые правонарушения. 22 октября состоялось очередное заседание блюстителей городского порядка. Какие протоколы были на повестке дня, смотрите в сюжете. На повестке очередной административной комиссии был вынесен 21 протокол. 19 из них были составлены по факту нарушения правил благоустройства. Несколько заявлений касались неправильной парковки транспортных средств на преддомовых территориях. Автолюбители размещали свои машины в неположенных для этого местах. За бордерным камнем, на участках с зелеными насаждениями. Автотранспортные средства хранятся на стоянках, в гаражах, в паркингах и так далее. Около дворовой территории у дома автотранспортные средства не должны находиться ни ночью, ни вечером и так далее. Члены комиссии провели разъяснительную беседу с нарушителями, а также напомнили о положении действующих правил благоустройства. За данное нарушение облечет наложение административного штрафа. На граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 50 тысяч, на юридических от 200 до 500 тысяч рублей. Это вот такие требованные законы. В числе рассмотренных протоколов два постановления было составлено по факту нарушения тишины и спокойствия в ночное время. Все любители пошуметь и громко послушать музыку привлечены к административной ответственности. Премьер России Дмитрий Медведев призвал граждан готовиться к массовой профессиональной переквалификации. Это относится по крайней мере к тем, кто занят в низкоквалифицированном труде. На место нынешних работников в скором времени придут роботы. Такая перспектива обсуждалась на форуме «Открытые инновации-2019». Широкомасштабная роботизация в России планируется после 2022 года. Из-за этого в стране могут сократить до 6 миллионов рабочих мест в течение 10 лет. Эксперты отмечают, что резкий рост автоматизации может больше всего ударить по странам с менее развитой экономикой, вызвав увеличение безработицы. Но премьер России Дмитрий Медведев считает, что баланс между роботом и человеком обязательно будет найден. В преддверии холодов одна из организаций Десногорска решила провести экологическую акцию. 24 октября на карте муниципалитета появилось несколько десятков новых деревьев. Где именно и кому сказать спасибо – далее в сюжете. Дерево всегда будет к месту. Пожалуй, такое высказывание актуально для многих дворов Атомграда. Несмотря на то, что Десногорский район справедливо считается одним из экологических заповедников, в самом городе деревьев хватает не везде. Внести свой зеленый вклад решили сотрудники компании «Смоленская АЭС-сервис». В данном месте мы высаживаем 12 деревьев, 9 клёнов. Клёны трёхлетние, хорошие. Должны прижиться во всяком случае, будем на это надеяться. Сквер у реабилитационно-оздоровительного и досугового центра – одно из любимых мест горожан. За последнее время уютный парк заметно преобразился. А новые его постояльцы в виде свежепосаженных деревьев станут отличным финалом проделанных работ. Но на этом акция сотрудников не закончилась. У нас очень хороший, благоустроенный двор. Единственное, чего тут не хватает – это зелёных насаждений. Проявить особую настойчивость приходится в 4-м микрорайоне. Уже не раз «Смоленская АЭС-сервис» старается облагородить двор 7-го, 8-го домов с зелёными насаждениями. Последняя посадка совместно с местными жителями была совсем недавно – весной нынешнего года. Но от саженцев практически ничего не осталось. Большинство из них были срублены неизвестным вандалом. Того, что высадили, осталось буквально 3 или 4 дерева. Опять же, тот же негодяй просто взял их и спилил нещадно. Идти на поводу злоумышленника неравнодушные граждане не захотели. Новая партия ЛИП уже на своих новых местах. Просьба к жителям относиться к этому, к этим деревьям бережно. Вот, по возможности всё-таки обращать внимание на вот эти вандальные действия, которые у нас, как говорится, ещё имеют быть в нашем городе. С общими усилиями и с хорошим настроением, полезная во всех смыслах экологическая акция была успешно завершена. Но сколько будут радовать результаты трудов местных жителей, зависит от них самих. Новые тенденции обучения в учреждениях дополнительного образования обсудили 24 октября в Десногорске. В стенах Детского дома творчества прошёл семинар, посвящённый арт-педагогике в области дополнительных образовательных услуг. Подробности далее. Современный уклад жизни – это не только бесконечный поток обязательств, информации и высокой динамики. Также это творческий процесс, который часто требует нетривиальных решений. А для таких решений нужны особенные способности. О них говорили в Детском доме творчества на семинаре «Арт-педагогика в образовательной деятельности учреждения дополнительного образования». На сегодняшний день здесь создана комфортная, двигающая образовательная среда. В организации работает высококвалифицированный творческий педагогический коллектив. Обучение, развитие и воспитание личности ребёнка через искусство в любом преподаваемом предмете – это и есть суть арт-педагогики. Именно благодаря этому предмету появляется возможность перевить ребёнку способность к нетривиальным и оригинальным решениям, а также раскрыть его творческий потенциал, который, без сомнения, часто нужен и в обыденной жизни. Психологи и педагоги предлагают рассматривать арт-педагогику как современное, формирующееся, проективно ориентированное направление педагогической науки, изучающую природу, законоверности, принципы, механизмы привлечения искусства и художественной деятельности для решения профессиональных педагогических задач. Для более чем 30 преподавателей Смоленска, Рославля, Десногорска и других районов области такой семинар – это в первую очередь обмен опытом. Как и в любом творческом процессе, арт-педагогика – это поиск индивидуальных методов преподавания. Но целью такого образования в конечном итоге должно быть полноценное и гармоничное развитие ребёнка. С помощью средств арт-педагогики мы можем детей обучать, воспитывать, развивать их творческие способности, их этические чувства, их отношение к окружающему миру, их духовно-нравственно воспитывать. Такие семинары проходят каждый год. Инициатором этих полезных и познавательных мероприятий является областной центр развития творчества детей и юношества. Появляются новые педагогические технологии, вот как, например, сегодня на семинаре мы рассматриваем такую инновационную технологию, как арт-педагогика, то есть это совмещение искусства и педагогики. Подобные новшества в образовании позволят детям чувствовать себя уверенно на длинном и разнообразном жизненном пути. Олег Соловьёв, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Квартиры по 12 квадратных метров набирают популярность в России. Например, в Москве площадь таких студий начинается от 11,5 квадратных метров. За них просят от 2,7 миллионов рублей. Но такая тенденция отмечена не только в столичном регионе. В Казани цена за малогабаритку будет 1,350 млн. А, например, в Челябинской области – 450 тысяч рублей. Такой формат жилья – это способ привлечь покупателей с ограниченным бюджетом. По статистике, к ним относятся люди возрастом до 30 лет. Для них главное – это внешний вид дома, его современность и необычность. При этом такая тенденция пришла из-за границы. Во всех крупных мегаполисах цены на жилье растут быстрее финансовых возможностей покупателей. По этой причине трансформируется и спрос. В конце выпуска о погоде. 25 октября в Десногорске Малооблачно. Температура днем плюс 13, ночью плюс 4. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadofistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!